Он ей бьет иногда. Недавно ударили ее, она сознание потеряла. Так нельзя жить. Дайте, пожалуйста, совет, что сделать, как помирить их. Спасибо вам большое. Через год после нашего никях муж вязал вторую жену. Прожил с ней полгода. Ко мне в целом относился как к другу, но никак как к любимой. Красиво ухаживал, и я с ним начал встречаться. Он был женат. В итоге он бросил меня и ушел. У меня маленький ребенок на руках. Угрожает, что ребенка заберет, что у него связи и деньги есть. Когда вы замуж хотите выйти и так далее, тоже выбирать у вас должно быть некий критер отбора. Самый первый – его жизненные ценности. Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что смотрите рубрика «Вопросы Довлатова». Дорогие наши слушатели, дорогие наши зрители, поприветствую вас из Алма-Ате. Хочу ответить на несколько ваших вопросов. В этом рубрике «Тайные взаимоотношения» отвечаю за вопросы семейных отношений, по личностному росту, духовные ценности и так далее. Пожалуйста, рекомендуйте нашу рубрику. Кому это помог бы по вашим мнениям? Кто из ваших друзей ознакомен, нуждается этим ответом? Сдавайте актуальные вопросы. Всегда с удовольствием буду отвечать на ваши вопросы. К нам приходит очень много вопросов. Вопросы иногда 50%, 70% они похожи. Поэтому мы сортируем и отвечаем на них именно таким образом, чтобы любой человек, который задал вопрос, мог бы получать ответ. Поскольку вопросы похожи, мы на всех подряд не отвечаем, сортируем их. И по смысловую, чтобы было похоже. Например, я не могу откладывать деньги. Или там муж меня бьет. Или там, не знаю, как нам делать так, что родители поддерживали и так далее. То есть вопросы, большинство из них похожи. Поэтому мы сортируем и отвечаем из 20 вопросов, 5-7 вопросов отвечаем, которые смысловой, и ответ получают все 20. Дорогие друзья, ставьте лайк под нашу рубрику. Рекомендуйте нашу рубрику своим знакомым друзьям, кому вы желаете счастья, успехов, богатства и так далее. Первый вопрос такой. Здравствуйте, Саймур Раджавович. Нужен ваш совет. Нас в семье 5 человек. Три сестры, все замужем, и два брата холостей. 25 лет родители вместе. Как я себя помню, с детства они постоянно ругались и до сих пор ругаются. Последнее время вообще не общаются. Оба читают намаз, каран читают. Но у отца плохой характер. Я бы сказал, он вспыльчив, недовольный постоянно. Дает деньги нам и ноет. Мама ничего не покупает, лет 10 где-то уже она готовит, кушает, убирается. Но отцу все это не нравится. Маме обидно то, что он деньги тратит не на своих детей, а на друзей, родственников. На себя, а на нас редко. Самовлюбленные, я бы сказал. Мама тоже вспыльчивая. Но если ей улюбнешься, она улюбнется тебе в ответ. Он ей бьет иногда. Недавно ударили ее. Она сознание потеряла. Так нельзя жить. Дайте, пожалуйста, совет, что сделать, как помирить их. Спасибо вам большое. Дорогой мой, я не знаю, вы парень или девушка и так далее. Вам не надо лезть на отношения отец и мат. Вам надо свое отношение строить с отцом и с матерью. И ваши родители, они, как бы ни было, 25 лет смогли создать свою семью. 25 лет они смогли сохранить свою семью. 25 лет они вместе, как бы ни было. Всегда у нас у детей есть такая особенность. И нам кажется, как будто родители неправильно делают. То есть получается, что как будто мы больше понимаем жизнь, чем они. На самом деле, ваши точки зрения, я хорошо понимаю, вам жалко маму. И вы думаете, что как будто отец такой и так далее. Но у него есть свое точки зрения, свое понимание. Как ко всем этим делам и так далее. Если он так относится, возможно, по его пониманию это так. Но то, что он иногда руку поднимает на жену, иногда он на дути ходит и так далее. Конечно, это его характер. И вам нужно что делать? Часто ему не хватает благодарности. Он слышит от вас такое. То есть вы не говорите ему, вы даете ему мало благодарности. Вы не даете ему подтверждения. И от жени то же самое. Когда мужчина не получает от жени долгое время такое, он обязательно эту эмоцию берет силами. Например, вы приходите, вот завтра, если вы парень, когда вы женитесь, вы потом поймете меня. А если вы девушка, тоже когда-нибудь поймете. Мужчина, когда приходит домой, ему не хватает внутреннего эмоционального энергетического состояния. И, соответственно, у него не хватает этой эмоции. Он будет, если по-хорошему жена не дает эту эмоцию и так далее, старается давать эту ласковость и подтверждение, он обязательно начинает что-то говорить, что-то не то, что-то там задевает и так далее. Он обязательно либо ругает жену. И она плачет, и он получает вот эту эмоцию, и все, успокоится. И понимаете, он это делает не специально. Это природа мужчин такой. Все мужчины так на белом свете. Мужчин, которым не нуждается эмоция, не существует. Не существует, понимаете? Поэтому со стороны детей вы даете ему благодарность. И чуть-чуть мама, если поддерживать его благодарностями, он автоматом меняется. Сейчас вы на него смотрите с точки зрения, как будто он виноват и как будто того и так далее. На самом деле наши родные близко нуждаются нашим поддержкам, нашим вдохновением. Это правда. Я подхожу к смейным вопросам таким образом. Что я могу сделать так, чтобы моему отцу было лучше? Что я могу сделать так, чтобы моим родителям было лучше? Что я могу сделать? Постоянно в себе говорите так. Что я могу делать так, чтобы у них улучшилось взаимоотношение? Чтобы мне было тоже хорошо? Значит так, начните поблагодарить отцу. Часто благодарность помогает отцу. И начните помогать ему. И маму тоже сами. И вы увидите, благодарность родителям за то, что они столько вкладывали в вас, она тут же снимает у них вот это тяжество в душе или это нагрузку. Жизни много нагрузка. Сразу это снимается. Вы это увидите. Начните с этого просто. И вы постепенно увидите, что все меняется. Просто подойдите отцу и скажите. Отец, я очень благодарен вам. Скажите, чем я могу вам помочь? Что я должен делать, чтобы вам было легче? Просто спросите. Пару раз так делайте, и вы увидите. Все будет на свои места. И маму тоже сами поддерживайте. Маму говорите, чтобы она не задевала мужчину. Почему вы говорите самолюбленный от отец, самовлюбленный? Все мужчины такие. И запомните, у всех мужчин есть это. Самое большое внутреннее, можно сказать, самое большое внутреннее чувство, безграничный орган, который у мужчины, это его самолюбие. Его задевать нельзя. Когда его задеваешь, либо он потеряет мужское достоинство, либо он тебе нагрубит точно. Один из них. Мужчину задевать нельзя. Он мужчина. Он Богом выбран, мужчина. Вы понимаете? Бог его создал таким. И поэтому все пророки мужчины, если вы внимательно посмотрите, вы это поймете. Почему? Потому что он ответственен в большей степени за семью, за детей, за всех. За продолжение рода и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому это очень важный момент. Соответственно, конечно, мама тоже устает. Мама очень сильно устает. Вы должны сначала поддерживать отцу, и автоматом косвенно он будет поддерживать вашу мать. И тогда вам будет проще, проще, проще. Здравствуй, уважаемый Александр Раджавич. У меня такая ситуация. Я замужем 14 лет. Есть 6 детей. Бременно. Двойник. Двойник, да, получается. Будет 8. Через год после нашего никяга муж взял вторую жену. Но прожили они неделю. Ее родители крайне против были. Я видел его интерес и влюбленность к ней. Мне было очень больно. Потом, через 4 года, он снова женился. Прожил с ней полгода. Ко мне в целом относился как к другу, но никак как к любимой. Для него я была как прямая противоположность. Я много ему, много ему, много помогала во всем. Он говорит, что любит меня. Ласково называют, шутят, по-доброму относятся. Он у меня замечательный, целеустремленный, имеет большие планы. Есть свой бизнес. Меня ставили директором ТО. Но по причине сильного недоверия к нему, у меня не получается его искренне вдохновлять. Желать ему добра. Я часто плачу. Я сильно боюсь, что когда он разбогатеет и поднимается, возьмет снова вторую жену. Молодую, красивую. Ему сорок четыре, а мне тридцать один. Вопрос. Что мне делать? Постоянно думаю о разводе. Стараюсь жить дальше. Но все время кажется, что это напрасно. Зачем стараться, если он меня на другую поменяет? Променяет? Дайте совет. Дорогая моя, я понимаю вас. У вас шестра детей. И вы сейчас в положении двойняшка у вас. У вас будут восемь детей. Это благородство. Это благо и дело, которое Богом дано вам. Восемь детей просто так не появляется на земле. Их только Аллах сам дает. Есть миллионы людей, которые не умеют детей. И они так как бы ни старались, у них не получается. Понимаете? У меня в 11 лет не были детей. Я знаю, что это такое. Это руками вы не можете делать. Вы должны быть очень благодарны судьбе. Вы выбираете свою судьбу. То, что получилось так, что муж к вам очень хорошо относится. И к другу доверяет вам и так далее. Это очень здорово. Даже если он женился на кого-то. Вы сами говорите, что через полгода он развелся. Потом на кого-то опять развелся. А почему с вами разведется? Почему об этом вы не думаете? А почему, знаете? Потому что он вам больше всех доверяет. И он вас считает настоящей женой. Вы понимаете, о чем это речь? Он вас считает именно жену. Да, может быть, он со стороны вы так видите. Понимаете? Дело в чем? Дело в том, что нельзя судить то, что написано в Коране. В Коране написано, что берите двоих. Берите четверих. А если вы не можете, брат, если у вас не получается ухаживать, обслуживать тогда, тогда берите одного. И внимание, брат, что написано? Мы не имеем права судить, что написано в священной книгах. Потому что мы никогда не можем знать, человек не может знать правду так, как Всевышний. Правильно? Там написано, берите двоих, берите четверих. А если у вас не получается, лучше, но вам лучше жить с одного. Там так написано. Если ваш муж попитался один раз, два раз, я уверен вам, что он больше никогда это не будет делать. Потому что это настоящий ад. Когда ты попитаешься один раз второй с женой, потом разводишься, потом еще, потом разводишься. Это головная боль. Он это делал не потому, что он чуть-чуть разбогател это делать. Скорее всего, он это делал не из-за этого. Просто у него характер такой. Он любопитный человек. Значит, понимаете, лучше, чем гулять, пусть женятся. Чем будут со стороны гулять, обманывать вас. Чем двойную жизнь вести, лучше, понимаете, это очень важно. Вы должны понять, что если он будет гулять, это принесет в вашей жизни тяжесть. Это отражается на детей. Это отражается на все то, что он делает. На его бизнес, на его самого. А если у него хорошо дело идет, вам и вашим детям хорошо. Если у него будет плохо дело идти, и все это отражается будет на вас, и на ваших семьях, и на ваших детей. Вы молитесь за мужа. Продолжайте. И я хочу вам сказать. Из головы выкнет эта мысль, что какие-то разводы и так далее. Это вам вообще даром не нужно. Будьте благодарны мужу. Понятнее дело, что это ваши чувства. Иногда это задывает вас и так далее. Победите себя, пожалуйста. От этого будет больше польза вам. У вас восьмеро детей. Вы понимаете, о чем я речь? Восьмерыми детьми вы куда пойдете? Вы понимаете? Вы думаете, что без него вы лучше будете жить? Нет. Вы наоборот. Вы толкаете себя и своих детей к страданию. Из головы вытащите эту мысль и больше никогда об этом не думаете. Если он задумал себя о чем-то плохом, давным-давно с вами развелся. Значит, вы для него самая ценная жена. Самый ценный человек его жизни. Поэтому от вас много детей. Поэтому результат, показатель восемь детей. Значит, он больше времени проводит с вами. Он любит вас. Понимаете? Сцените этого. Думайте об этом. Думайте об этом. Победите. Вот это похоже, знаете, на что? Представьте, у вас есть на левую руку поднос. Здесь есть костер. И здесь есть костер. На правая рука, на левая рука. А вот сухие палочки, куда хотите, туда и вы положите. Куда вы положите сухие палочки, там огонь продолжается. А куда вы не положите, огонь потихонечку гаснет. Это означает, что ваши мысли, это сухие палочки. Ваши эмоции, ваши отношения к этому. Если вы сейчас концентруетесь на том, что у вас благородная семья, благородный муж. В вашу жизнь удалось. У вас прекрасные дети. Успех есть. Алхамдулила. Слава Богу. И так далее. Тогда вот увидите. Постепенно и ваш муж успокоится. Потому что за сорока, после сорока у мужчины начинается мудрость больше стать. А вот сорок четыре, сорок пять, так он начинает осознанно делать уже. Да, молодости бывают, всякие глупости. Но теперь у него пойдет только зрелость. Так что все будет нормально. Почему? Потому что дети растут. Детям стыдно смотреть на глазах. Вы понимаете? Детям тяжело объяснить эти вещи. И так что вы успокоитесь. Вы наоборот, концентруйтесь, как сохранить свою семью и поддерживать мужа. Я желаю вам счастья. Здравствуй, Санру Раджабович. Я познакомлюсь с мужчиной старше меня на 15 лет. Я его не сбегала потом. Красиво ухаживал. И я с ним начал встречаться. Он был женат. И рассказывал, что не живет с женой. Она очень хорошо зарабатывает. И дома ничего не делает. Он уже 10 лет как одинокий. Когда решили расстаться с ним, он приехал к моей маме и просил мои руки. Я согласилась и стала второй женой. Потом выяснилось, что он зависит от жены. Когда забременела и ушла с работы, мы открыли швей не всех и обанкротились. Он по сей день меня в этом упрекает, что потерял 7 тысяч долларов. И когда родила дочку, он как-то старался обеспечивать. Но было тяжело. Мне помогали брат со снохой. В итоге он бросил меня и ушел. У меня маленький ребенок на руках. Семная квартира. Я не знал, что делать. Теперь дочке почти 3 года. Он на выходные забирает ее. Меня в покое не оставляет. Говорит, что любит. И во всем виноват я сама. Ну а самое главное теперь. Угрожает, что ребенка заберет. Что у него связи и деньги есть. Я не знаю, что делать. Сейчас у меня страшная депрессия. Он хочет, чтобы ребенок был у него. А я была его любовницей. А я сейчас начал изучать ислам. Одела хиджаб. Молюсь и прошу прощения у Всевышнего за свои грехи. Вы понимаете. Никогда не идите. Если вы видите людей, которые... Они ко своей семьей заботливо не относятся. Они не заботятся о своей первой семье и так далее. И про свою первую семью плохо говорит. И говорит вам, что он не женат. А потом узнаете, что вы женат. Это ясное и понятное дело, что этот человек обманул вас. Никогда не идите за человеком, который обманывает вас. Нельзя свою судьбу подавлять человеку, который врет вас. Потому что в трудные минуты, в сложные минуты эти люди бросят вас. Для мужчины самая важная его надежность. Надежность. Когда вы выходите замуж, посмотрите на мужчину с нескольких стран. Несколько показать. Критерии должны быть. Понимаете. Когда вы одежду выбираете, вы выбираете по качеству. Вы выбираете по цветам. Вы выбираете по размерам. То есть это критерии отбора. Когда вы замуж хотите выйти и так далее. Тоже выбирать у вас должно быть некий критерий отбора. Самый первый. Его жизненные ценности. Его жизненные моральные ценности. Они должны совпадать с вашими. то есть его с глубокой жизненной потребности например если у него есть глубокий жизненный интерес к спорту он всю жизнь будут заниматься спортом если ты не можешь его воспринимать тебе тяжело будет с ним жить потому что он не меняется если у него сильная тяга к религия он будет тебе заставить изучать религию и так далее если у него сильная тяга он понимаешь к гулят бабник ты его не поменяешь понимаешь это его глобальные жизненные потребности его если у него сильная тяга к политику да он всю жизнь буду стараться стать политиком понимаешь ты должен первый что надо понимать его глубокие жизненные потребности и его жизненные ценности то есть он готов пройти через головам других или он готов действительно служить духовно людям и так далее он через чего хочет добиваться своей цели вот это показатель его ценности второе его надежность посмотреть на человека него надежность если человек врет вам и в начале и в средине и когда это ненадежный человек ненадежным людьми семью создавать нельзя следующий вещь он должен уважать вас мужчина должен уважать вас он не должен оставлять вас трудным он нет он должен всегда думать о вас вы понимаете о чем речь это очень важный момент он должен уважать вас если мужчина не уважает вас не проводить свою судьбу рядом с такими мужчинами бесполезны мужчине они они действительно трудный минут бросит вас следующий показатель это забота забота является главным показателем а то что мужчине говорят вам я люблю тебя я вот такое а века как мороженое то эти прилипаете и так далее именно это делает вас такими потом загонять вас в угол понимаете таких мой с словарем запасом у них очень много особенно у бабников а вам нужно чтобы семью создать счастливую семью уловили да это есть время когда тебе нравится что он говорил о любви говорили стихи подарил цвете или там чего-то но это все время пройдет а забота основная ваша забота понимаете если он заботится о вас это круто если нет нет поэтому мой совет к вам за счет того что он просто что ребенка оставьте у меня и так далее так далее он имеет право он отец но не спорте с ним зачем не ругайтесь с ним вам это не нужен не надо себе загонят в угол вы хорошая девушка раз вы выходите слышите мои советы и так далее это станет для вас уроком жизненные уроки либо для нас станет опытом и для нас мудрее сильнее либо они становятся травма это выбор за вами я пришел к выводу что жизни мы растем сколько сколько мы принимаем принимаем все то что приходит нашей жизни мы принимая их мы становимся мудрее умнее и чем больше вы принимаете тем больше вы узнаете тем больше вы растете а чем больше вы будете игнорировать отрезать судить тем сильнее стану вас травма и психологически стрима у вас растет поэтому я вам рекомендую пусть неделю ребенок у вас живет пусть недели у него живет это он так думает что как будто сейчас ребенку забирает и сразу как супер отец будут заботиться я даю вам слово вот пусть иногда по выходними забирать через неделю или через месяц он с удовольствием привезет руда ребенка оставить вам потому что видно если его жена помогает на первой семье и 2 видно что он о вас не мог заботиться он не может до ребенка заботиться так как как должно это у него характере сидеть так что вы не спорте с ним не ругайте с ним если он говорит что я забираю ребенка и так далее так не спорте ему надо повод чтобы злить вас ему надо повод что доказать вас что он он сильнее вас и так далее а только потому что вы ушли от него либо он уже отошел от этого не знаю общем у вас ссоры пошли так при получилось поэтому сейчас он самоутверждением занимается дайте ему чуть-чуть время что у него тоже рано зале заживалась чуть-чуть нужно время время лечить любое отношение поэтому иногда пусть он как отец возьмет заботиться ребенка а вы позаботитесь так далее выходите замуж и создайте себе хорошую семью посмотрите на те критерии которые я говорил хорошо они на те которые я тебе люблю я обожаю я все не могу без тебя я умру вот эти все чуть собачьи эти слова любовь это забота любовь это не там красивые слова или там чувство чувство потом появится понимаете любовь бывает до свадьба а любовь бывает после свадьба самая крепкая любовь это после свадьба понимаете почему потому что она появится через забота забота доверия друг другу часто я вижу что любовь до свадьба разрушается после свадьба люди начинают вместе жить они начнут недостатки друг друга увидят разочароваться друг другу так что если вы концентруетесь на те вещи которые я сказал депрессия у что вы сами фокусируйтесь на того чтобы увеличивать травму по повторяю если вы принимаете свою судьбу принимайте свою судьбу тогда это станет для вас опытом и мудрость вы духовно растете вашей жизни станет лучше а если это не воспринимаете тогда это станет для вас психологическая травма и тогда либо вам будет тяжело доверять другим мужчинам это похоже что если ты из горячей молотка молока горячей молока если обжегся кефира боишься потом даже нормальных мужчинами доверять будете поэтому принимайте свою судьбу и отпускать это парень без обида не обижайтесь на него помните что люди не враги и не друзья они все наши наставники здрасте сам раджавич мне 24 года жениться и у нас скоро будут ребенок и шло но я живу один в европе и работаю здесь зарплата хорошая 2000 евро в месяц моя семья и жена живут таджикистане один раз в год езжу домой посещаю семью потому что если ты здесь работаешь то у тебя есть месяц отпуска в год хочу с вами посоветовать что меня делать терпеть и работать здесь или обратно в таджикистан к жене к семье вернуться потому что одному жить очень трудно брат мой твои молодые годы проходят и чё какой радости почувствуешь потом от жены детей ребенок растут ты его не видишь знаешь первые самом начале я тоже поехал в россию тоже поехал и правда но у меня не было тогда детей жена помогала маму и так далее но когда два года так прожил вот так и живую приезжаю уезжаю я понял что это не моя жизнь я не хочу так жить я жену везем собой виде муж жена должна быть там всегда запомни жена это твой тень понятие слово замужем замужем это означает что где мужчина за его спиной жена всегда это как твой тень куда ты идешь жена должна за тобой вот так поэтому постарайся там ты же где-то же живешь как то не будет правильно вот так груди ты живешь постарайся как-то устроиться так чтобы ждем могла мог тебе привести к себе это тебе кажется еще как бы твои расходы растут расходы больше и тогда поверь мне 100 евро будут больше расходили не знаю 200 евро но зато жизнь будут у тебя понимаешь сейчас у тебя немножко денег из жизни нет а зачем обменять деньги на жизнь потом те эти прекрасные молодые годы не вернешь если там не можешь это понимать не может это дело тогда вернись домой пусть зарабатывать 500 долларов но не 2000 евро но будь семьей это намного лучше и однажды мне поймешь знаешь когда мы это поймем когда за 40 за 50 тогда начнем осознавать что прекрасные молодые годы прошли мимо и тогда ты не вернешь их у тебя будет денег но не будут того прекрасная улипка твоих детей понимаешь и это очень больно будет потом отражаться твоем сердце твоем сознании потому потому что тип пропустил упустил поэтому никогда деньги не поменяйте за жизнь деньги это всего лишь деньги вы деньги всегда успеете зарабатывать не думать что денег или все деньги мира не можете зарабатывать и все деньги мира нам не нужны нам надо просто обеспечить себе хорошую жизнь будет все дорогие друзья ставьте лайк под нашу рубрика задавайте актуальные вопросы с удовольствием отвечу посмотрите под рубрика из график наши тренинги под рубрика из адреса где вы можете приобрести книги под рубриками в комментариях пишите свои комментарии но не вопросы из под рубрика из воппочта куда можно сдавать свои вопросы сдавайте с удовольствием к вашим услугам отвечаю до встречи на вершине счастья вам